Тимоша, мама тебе сухарик, да, взяла? А зачем она тебе сухарик взяла, а себе в рот положила, да? Он красит, у него такие лапки острые, да, так втыкаются в живот или в ноги. Как будто это столик 5-килограммовый, или сколько у нас висит он? Не знаешь? Пять. Пять? Тимошка, скажи зрителям мяу, сделай лапку вот так. Я вчера хватила этот. Молоко? Немножко капнуло на пол молоко, прибежал, давай лизать. А сегодня сметану капнул на стол, не на пол, а он что-то вот этот, домик деревни, он что-то как-то на неё не среагировал. Серьёзно? Ну правда она не на нос на него капнула, а вот здесь у меня под ногами. Когда сейчас? Ага. Перед всего там, где решение, тире. Да, и цифры даже красивые. Ну можешь же красиво писать, да? Молодец, Миша. Молодец. Вот так вот я написала. Ну-ка, ну-ка, давай показай. Ещё зрителям покажи, как каудет зирать подписано. Ну клёво, чё, нормально. Не показывай никому. Покажи, ты никому не увидишь. Обезьянка миленький. Ладно, мама, не отвлекайся. Теперь ты будешь монтировать видео, а я буду ходить и снимать, что в доме происходит. Договорились? Забудь ещё? Скажи, скажи, да. Ещё и готовить не забудь, ладно? Готовить, сейчас что-нибудь разобьём. Яйца. Меня только приглашай на МОГБАРК, ладно? Нет, Миша, давай ещё теперь литературу иди делай. Да литературу сделал. Окружающий делай. Делал. Давай русский делай. Делал. А чё, на проверку не принёс? А зачем? А ошибок наделал. Нет. Давай, тогда на проверку. Ты на школе не сошел, а у меня получилось Е вместо С. Ну, это она виновата. Вот такая вот учёба. Олег, мне два обеда дали. Один обед он сам взял, а другой мама подумала, что он забыл взять и дала передать ему, когда я Мишу забирал. А я говорю, а Миша ему принёс пакет. Я говорю, а чё ты Миша не сказал, что у меня есть? Кто это? Мама передала? Скажи маме, что у меня есть уже обед. И не отдал обратно Миши. А я не знал, думал, что у меня нет. Мы думали, придёт теперь сытой, кормить не надо, да? Почему Нэ такая отвратительная, Миша? Нормальная. Нэ нормальная. Давай, неси черновик, будет каллиграфия на букву Нэ. Миша рад. Чувствуется учитель года, да? Зрители, поставьте лайк. Нравится? Миша. Так, упражнение три какое-то. Какая страница? Ладно, не будем вам мешать заниматься. После сиденьки. Алексей! Ты куда? Нафиг! А знаете, куда мы идём? А мы за блендером. Ты туда? Я туда. Друзья, а едем мы с Алексеем, знаете, куда? В Боксборе забирать нашу доставку. Нам привезли блендер. Я заказала блендер, который делает специально из соевых бобов, соевое молоко. А из соевого молока я буду делать тофу. Вот. Ну и соевое молоко тоже Олежка у нас будет пить, потому что я ему покупала в магазине, он пробовал и ему понравилось. Сейчас покажем, какой блендер мы купили. Вот. Особо долго я его не искала, просто стала искать блендер, который делает соевое молоко. А блендер этот не новинка, он там 2018 года выпуска. Вот. Сейчас вам все покажем и расскажем. А нет, мы, наверное, покажем и расскажем вам тогда, когда бобы нам привезут. Бобы мы тоже заказали, а заказали мы их через интернет. 10 килограмм бобов заказали, нам должны привезти вот буквально завтра-послезавтра. И тогда мы вам все продемонстрируем. Так что скоро у нас на канале будут рецепты соевого молока и рецепт тофу. Как-то так. Торговый центр. Наш. Мы заехали в этот, в Киевси и купили баскет и купили еще вот такое металлическое ведро. Теперь при предъявлении этого ведра сказали, что минимум год будет действовать. Скидка 30%. Ничего, так мне кажется, да, Леш? Да. Мы тогда за сколько, за 699 брали крылья? Да. Минус считает 210 рублей. Нормально, да? 400 с чем-то. Мы хотели просто, мы не голодные, мы хотели просто ведерко купить. Вот такое. Фактически получается, первое такое ведро купишь и окупишь это ведро. Ну да, потому что смотри, который мы с тобой брали баскет 25 крыльев, по-моему. Вот точно не помню, 699 рублей. 700 рублей, минус 30 процентов, да? Первая же покупка твоя, а купит этот баскет. Ой, это ведро. Но ведро просто, мы не голодные, просто продавать отказывались. Ну, не положено так оказывается. И нас заставили купить баскет. Мы купили 5 ножек и 2 картошки маленькие. И этот самый недорогой маленький баскет у них стоит 349. Плюс ведро 549. Такие дела. А я думала, ведерко-то побольше будет. Я думала, с ней можно за картошкой хотеть, а загребаем. Ну, не за картошкой, думала, фрукты, которые дома мы сейчас картонные насыпаем. А может, надо было спросить, один баскет и два ведра? Знаешь, почему два? Если мы банк будем снимать, тебе и мне ставить ведро. Картонные пока не выкидываем. Да? Ну да, тоже правильно, правильно. Ну, а потом, когда покупаешь баскет, все равно же дают картонные еще. Потому что они не могут тебе в рассыпок насыпать в твое металлическое. Да? Да. Всем привет, друзья. Привет, друзья. У нас раннее утро, час дня. Мы с Алексеем выспались и пребываем в отличном настроении. Чего и вам тоже желаем. Хорошего дня, отличного настроения. Сейчас я, наверное, займусь капусткой. Надо мне ее располовинить, расчетвертинить и в этот. Закините. Таз с соленой водой. Вот, здесь у нас Олежка, когда посудомойку. По утрам у нас всегда первый завтракает Олежка и разбирает посудомойку он. Но когда он не знает, куда класть какие-то вещи, он складывает просто на стол. Так что вот. Кима? Ты сладкий. Что-то нашел, папа. Какую-то игрушку нашел. А, это этот. Клипса от хлебного пакетика. А у нас здесь стоит вот такой агрегат. Скоро мы его вам покажем. И сняли для вас мукбанг. Кто еще не смотрел, Алексей оставит ссылочку, когда посмотрит это видео сам. Железное ведерко купили в KFC. Для чего оно и зачем оно нам? Рассказываем в мукбанге. Вот. И кушаем KFC в мукбанге. Что-то, знаете, делала-делала я этот порядок. А здесь потихоньку опять начинается беспорядок. Вот так оно и происходит. Это я салфетки купила и не убрала. Надо в шкаф убрать. Я их с запасом покупаю. А они здесь валяются. Вот. Орехи купила. Что-то я не знаю, почему он мне навязал именно эти. Что, типа, когда я их почищу, они, может быть, чище станут. Нет, то, что они будут... Они не соленые. Они соленые? Нет. Не соленые? По-моему, нет. Просто я к тому, что рядом стояли, лежали орехи по 220 рублей. Уже очищенные, беленькие. А он мне навязал вот эти, говорит. Это узбекские, возьмите. Они хорошие. Ну, они чищены. Ну, они в скорлупе. Мне ее придется самой счищать. В общем, я купила орехи для того, чтобы делать арахисовую пасту самой. Потому что килограмм орехов стоит 300 рублей, вот этих. А очищенных вообще 220. А арахисовая паста... Ой, сколько там? 250 грамм стоит 120 рублей. Слушай, не сильная разница в цене получается. 750 грамм 360 рублей, а это килограмм 300. Короче, не знаю. Надо искать недорогие. Игрушку себе ребенок нашел. Видели? Что бы этот ребенок делал? Чем бы он играл, если бы Олешка с утра клипсу не уронил бы? Не знаешь, Алексей? Не знаю. Уже за Мишей через 15 минут надо идти. Завтракать будем? Да, давай. Ну, давай тогда быстренько тебе надо. Благо школа в двух минутах ходьбы, да? Поспешим, да? Что ты, малыш? Тима? Тима? Мяу. Скажи здрасте зрителям. Тима. Тим. Молодец. Унка такой. Унка. Кто урлыку включил, а? Все, игрушки бросил и пошел. Точно так же, как дети, да? Точно так же, как кожаные дети, да? Бросил игрушку и пошел. Да, Тима? Да ты мой ласковый. Да ты мой ласковый мальчик. Да ты мой хороший ласковый. Посмотрите, как он ласковый какой. Ты маленький мой. Ну, вот напишите в комментариях, друзья, как это вот чудо не назвать мохнатым сыном, а? Самый настоящий мохнатый сын. Унка. Итак, девчонки, дошли, наконец-то, руки у меня до пекинской капусты. Я взяла свой огромнейший таз и буду сейчас по одной штучке промывать капусту и небольшие кочаны пополам делить, закидывать в таз, а чуть покрупнее кочаны на четвертинки делить. Ну, скорее всего, все будут пополам, потому что я смотрю, больших кочанов особо и не привезли мне. Вот, все, сейчас поделю пополам, сложу в таз и залью круто соленой водой. Будет дня три до образования такой характерной пленочки. Плесневые, неплесневые. Ну, короче, вот через три дня образуется такая характерная пленочка. Запах такой слегка кислой капусты появится. И тогда мы с вами вместе будем опять заправлять перечной пастой и убирать в холодильник. До этого я тоже, кто смотрел влоги ранее, знают, что я уже готовила чимчи, но там было буквально у меня два или три кочана, я уже не помню. Мы уже его доедаем. А вот этой капусты семь кочанов я взяла, нам хватит теперь надолго. Я сделаю следующим образом. Значит, смотрите, приготовлю, буквально пол кочана оставлю снаружи, чтобы, когда закончатся предыдущие чимчи, начать уже кушать новые чимчи. А все остальное в большое ведро сложу и сразу уберу в холодильник, потому что иначе оно у меня быстро перекиснет. То есть, видите, вот такой лайфхак тоже, девчонки, имейте в виду, что если капусты у меня много, то часть капусты я оставляю при комнатной температуре, ферментирую, а часть капусты я сразу убираю в холодильнике. И таким образом, находясь в холодильнике, капуста у меня доходит до нужной ферментации. Вот как-то так. В итоге в мой таз поместилось только пять кочанов. Но я решила делать чимчи из пяти кочанов, потому что два кочана. У меня еще есть рецепты, два рецепта на примете. И я буду снимать на камеру для вас рецепт из двух головок, из двух кочанов. Вот, здесь уже идет процесс у меня. Пять литров воды я налила в чашку. И теперь отправляю в воду соль. Вот такими прям с горкой ложками пять ложек соли положу. Даже я, наверное, шестую положу. Пусть будет. Потому что, знаете, в любом случае потом промывать буду. Раньше-раньше мама рассказывала, что экономность того или иного человека проверялась по тому, как он солит капусту. Пяча. Вот эта капуста по-корейски называется пяча. Вот. Если говорит пяча, он солит, человек солит. И соли кладет мало, что даже капуста пытается обратно на грядку убежать. То, значит, человек, ну, чересчур экономный. Вот. Чтобы мое пяче не пыталось убежать на грядку, я положу, пожалуй, дополнительную ложечку. Хотя в рецептуре, я высчитывала рецептуру, у меня литр на столовую ложку идет. На литр, вернее, столовая ложка идет с горкой. Вот. Ну, в этот раз я положила лишнюю дополнительную. Алексей мне уже принес груз в виде... Слушай, а откуда у нас такие баночки? Ничего себе. Это бабулины. Это бабулины прошлогодние, более того. Умаю. Взял на полочки. На полочки взял. А, кстати, о чем мы теперь далеко ходим? У нас же под твоим столом есть банки. В общем, принес... А? Вот-вот. Вот-вот. В общем, принес он мне две вот такие банки огурцов. Учитывая, что здесь огурцы раскромсанные и еще там кабачки я вижу, то это делала моя мама. Потому что Лешина мама делает такие маленькие, миленькие огурчики, пупырчатые, короткоплодные. И поэтому у нее вот таких не бывает. Но, тем не менее, у мамы тоже очень вкусно. Мы вот сейчас вовсю кушаем. Открыта у нас одна баночка. Ну, очень вкусно. Прямо настолько идеально соль, сахар и уксус, что вот прям оторваться невозможно. Так, а тем временем я здесь уже практически размешала соль в воде. Вода невероятно соленая. Все, можно заливать. Сейчас залью в капусту и помою баночки и установлю груз. Позже вам покажу еще. Алексей, блогер. Ты же блогер. Говорю, не торопись-ка, дай камеру возьму. Ой. Так, вчера что-то у нас запищала посудомоечная машина. И Алексей по совету наших мастеров решил лимоночку бахнуть. О, кстати, она воду не слила. Здесь вода стоит. Да ты что? Да. А может это я не... Ну, я столько не наливала. Я могла туда брызнуть что-то немножко. Не вода стоит. Ну, значит, делай. Ты на правильном пути, я думаю. Лимонка, пыль-то она это самое. Она, наверное, просорилась, засорилась там. Или ты думаешь, сливной насос кирдык? Слушай, ну если сливной насос кирдык, все, я уже третий раз даже ее чинить не хочу. Ну, посмотрим, да, как она снимет. Да, сделай с лимонкой, а там видно будет. Если там что-то засорилось и лимоночка ее почистит, то... В общем, туда, куда кладут обычно таблетку, Алексей засыпает сейчас лимонную кислоту. И один цикл стирки, мойки нужно будет вот именно с лимонной кислотой. Так, да, учил Игорь? Да. Сейчас посмотрим, что там будет. Обычную программу, значит, Алексей устанавливает, стартует. То, что там посуда есть, ничего страшного, хуже от этого не будет. Ой, тапок мой здесь еще есть. Все, погнали. Че, туфля, мыли? Да. А я здесь залила 5 литров воды, но воды вообще не видно, поэтому я делаю еще литра 3, мне, наверное, понадобится. Еще 3 литра сейчас сделаю и дозалью, потому что воды, вон она, где-то чуть больше половины. А надо, чтобы было прям не до конца, доходя до конца таза, чтобы не доходило, ну, сантиметра, наверное, 3-4, примерно так. А сейчас у меня примерно сантиметров 10, надо поэтому еще. Поэтому я отмеряю вот таким кувшином литровым еще 3 литра воды. Ну вот, немного воды у меня осталось, можно было не 3 литра добавлять, вторую порцию сделать, а 2 литра можно было сделать. Воды у меня, после того, как я положила баночки, получилось вот столько, буквально сколько, 2-3 сантиметра, не доходя до края, да. Если вдруг она начнет переливаться, я ее начну оттуда извлекать. Вот, хорошо вымыла банки с соленьями и вот так сверху установила груз. Сейчас капуста потихоньку будет уменьшаться в объеме, тонуть в этой соленой воде. И, соответственно, через день, наверное, она уже будет полностью погружена в воду. Сейчас пока видите, на поверхности немножко выглядывает капустка. Чуть позже она полностью утонет. Друзья, если видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.